подскажите пожалуйста у меня диабет первый тип я сейчас беременна очень хочу выносить и родить здорового малыша подскажите можно ли мне использовать все ваши рекомендации для диабетика да можно это совершенно безопасно обязательно вам ни в коем случае нельзя принимать препараты которые используются каким-либо образом для вен и сосудов старайтесь ограничивать прием вот таких препаратов но и увеличить количество фолиевой кислоты это обязательно ну естественно консультации с врачом женской консультации выносите все будет хорошо главное не болейте мойте руки сейчас как вы заметили уже начался 2 2 этап коронавирусной инфекции коронавирусная инфекция имеет и второй этап то есть случае если человек допустим болеет больше года назад то есть варианты что он может заболеть еще раз у некоторых людей может быть иммунитет который вырабатывается к данному заболеваниями данному заболеванию постоянный а у некоторых людей временной чем сильнее или чем тяжелее болеет человек тем времени иммунитет он вырабатывает случае если человек болеет мягко в несложной форме тем на дольше его иммунитета хватает сторонник ли я прививок коронавируса в случае если вы уже переболели коронавирусом и это у вас имела не сложную форму то делать обязательную прививку я считаю нет смысла потому что следующий раз вы будете болеть также в несложной форме это у вас будет несложную форму иметь по статистике воз сказано что 85 процентов людей которые болеют этой инфекцией переносят данную инфекцию мягкой и такой форме без осложнений только 15 имеют тяжелую форму если вы переболели имели тяжелую тяжелую форму то вам все равно придется привиться если вы переболели до этого но переболели мягко то прививаться обязательно не стоит вообще могу сказать что форма к вида и болезнь была очень сложной на сегодняшний день есть данные они противоречивые почему-то хотя я всегда думал что данные которые публикуются иностранными публикациями в отличие от наших средств масс-медиа которые на сегодняшний день почему-то стали больше похоже на сплетни чем на достоверную информацию с чем это связано конечно мне понятно но как бы говорить об этом я не буду и я раньше думал что информация которую читаешь допустим там там в лондон трибюн или в сайт он каком-нибудь то я думаю что данная информация может быть достоверной но она к сожалению недостоверна то есть в одних информационных изданиях говорится о том что по всему миру полтора два миллиона погибших от коронавируса ну и буквально вчера я читал статью и там сказано о том что на самом деле как бы есть гипотетические данные которые там как бы гипотетические могут рассматривать как бы математические то на сегодняшний день от коронавируса умерла более 6 миллионов человек если 6 миллионов человек то это немало поэтому берегите себя мойте руки при недомогании находитесь дома 14 дней работа не убежит в общем старайтесь находитесь там есть информация что при коронавирусе не нужно принимать антибиотики я не разделяю этого этой позиции я считаю что с первого дня когда человек начинает болеть к видам он должен начинать принимать антибиотик я считаю что из всех антибиотиков лучше всего помогает аугментин и я наблюдал за людьми которые проходят которые болеют данным заболеванием и принимают на фоне заболевания антибиотика аугментин и не принимают у тех которые принимают заболевание проходит бессимптомной лес мелко с минимально выраженной симптоматикой у тех которые принимают не принимают вернее аугментин или антибиотики заболевание имеет более длительную форму проходит более тяжело поэтому знаете но это исключительно моя точка зрения исключительно мое видение как хотите можете прислушиваться или нет это меня не касается доказывает